Они приходят сюда каждый день небольшими группами между основной работой на Северском трубном заводе, обустраивая свой долгожданный штаб. Сейчас, например, коллегиально решают, как на будущей площадке для военных игр будут размещены укрытия. Поехали после пышки, а что дальше? Я сейчас думаю, до дальнего угла проходим, где там у нас заросшие. Смотрим, если что, три мера. Там разгребать у нас. Косим, пилим. Да, что у нас четыре человека, один костью трое устроили. Вчера же нормально получилось. Здесь уже чисто и уютно. А буквально четыре месяца назад на стенах была плесень, а с потолка свисала штукатурка. Об этом штабе военно-патриотический клуб бригада мечтал давно. Уже шесть лет, как в нашем городе, существует эта организация. И постоянно им приходилось находить места для общих сборов и хранения инвентаря. Решение пришло спонтанно. Вначале обратились в администрацию, потом обратились к нашим депутатам. Большое спасибо Алексею Булаеву и Бориску Илье Николаевичу. Они нас поддержали, объяснили, направили, в какие кабинеты нужно куда обращаться, какие письма писать. Ну, путь этот был нелегок, то там запятая неправильно, то там запятая неправильно. Ну, понятно, все документы должны быть оформлены правильно. И все, в итоге, 11 апреля, открывая электронную почту ВПК-бригада, вижу, что нам выделено помещение. Правда, делать сразу ремонт не дала пандемия. Они долго и упорно ждали, параллельно ища средства на строительные материалы. Весь косметический ремонт был сделан на деньги клуба, но без поддержки завода не обошлось. Мы обратились к Михаилу Васильевичу Зуеву с просьбой выделить профильную трубу. Это на восстановление забора, это уже на территории. Купили оцинкованное железо, зашили эти все пролеты. У штаба будет четыре комнаты. В основной планируется проводить среди школьников различные военно-патриотические уроки и брейн-ринги, посвященные Великой Отечественной войне. В планах приобрести проектор и экран. Телевизор уже есть. Его, кстати, планируется использовать тоже с целью патриотического воспитания. Когда мы делали ремонт, я брал с собой своих детей. Также дал автоматы Лазертага, они побегали, побегали, устали. Я включил им на телевизоре про Брестскую крепость фильм. Дома они бы не стали его смотреть. А здесь после вот этого азарта игры с автоматами, они его просидели, просмотрели полностью. И потом целые, ну, несколько дней меня задавали вопросами. А почему они сражались? А почему они не сдавались? А почему, почему, почему? И много было почему. Сейчас я не знаю, что такое Брестская крепость, что такое геройство. И почему наши деды и прадеды защищали свою родину. На улице возле штаба в скором времени развернется настоящее игровое поле. Благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Синара» сейчас бригада приобретает все материалы для игры в Лазертаг и проведения туристической полосы препятствий. Площадка для этого подходящая. Каждый член военно-патриотического клуба мечтает о дне, когда здесь будет все готово для прихода детишек. Направляем детей в нужное русло, чтобы они не бегали по углам, пили пиво и так далее. То есть занимались хорошим делом, полезным. Еще много что надо сделать, но уже как-то подъем с надеждой, что наши дети заинтересуются и меньше будут сидеть у компьютеров, больше чем-то таким заниматься, спортивным, для своего развития. Еще немного, еще чуть-чуть и штаб военно-патриотического клуба «Бригада» заработает. Здесь будет тепло и уютно. Ребята для этого делают все возможное. Официальное открытие запланировано на начало октября. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.